всем привет ребят сегодня у нас опять китайка наконец-то я домучил героя и сегодня мы будем с вами делать идеального капитона которым он должен быть вам расскажу про этого героя стоит ли его качать где применять опять же это для тех игроков кто новенькие даже многие кто и уже давно играют неправильно его прокачивают не знают какие таланты ему ставить надо так ну перед этим мы сейчас заберем плюшки как обычно вот такие вот плюшечки от разработчиков так давайте тут сейчас добьем попытки и приступим к дальнейшей прокачки так отлично вот такой у меня вот купидон он сейчас у меня с просветом уже 11 skill что он делает он дает 75 канаре и 68 процентов ваши атаки также он замедляет на точнее ускоряет героев на 20 процентов это к бегу дополнительно это очень круто для подземных для многих локаций когда он включает грубо говоря этот герой просто такой же какие ты как какая-то бафер без которого там фара многих локаций просто невозможен например орхидемон без купидона вы не выйдете в топ подземки без купидона он сложно будет проходить можно конечно но он нужен если у вас там тем более нету пятый хремок он просто дозарядит ваших героев в идеале конечно его качать сразу на 12 у меня пока возможности на 12 нет у меня не хватает очков судьбе ну скоро мы это поправим что ставить по талантикам вот у меня стоит просвещение родной его талант вот такой вот эта ремка то есть пятая ремка четвертая ремка еще как вариант этого вполне вам будет хватать чтобы на определенных локациях тащить где его используют использовать можно абсолютно во всех локациях так как он дополняет энергию увеличивает атаку но в основном сейчас его применение допустим у меня это подземки битва гильдий те кто особенно бегают минотавром там и другими героями правда он сливается очень быстро атрибуты у него не особо хорошие забытая битва атака фортов некоторые применяют в к башке применяют архидемон то есть куча локаций ну пустынные руины там я не помню как они называются точно уже башка честно говоря не варит два часа ночи я решил вам записывать видос то есть вот такой вот талантик это его родной сейчас мы дальше будем его прокачивать и я вам уже покажу какой ой 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 и не пасибо нам не так надо его эволюционировать я вам покажу уже что еще нужно для архидемона так вот у нас уже 2 эволюция у него есть так он у нас сейчас стоит с ремочкой да сейчас моего быстренько вот смотрите то есть выпускаете минотавра да потом купидон дал баф точнее он тут баф не дал сделаем так чтобы дал баф вот 1 2 не понял ремку не поставил вроде станет все нормально то есть вот он дал баф ну там еще плюс хранитель есть думаю как использовать его мне буду рассказывать что пару нам ставить если у вас ремка ставите живу либо психо щит если у вас будет сборочка на архидемона которую мы сейчас я вам сейчас покажу какую надо прокачивать то мы вот предыдущем видосе я открывал второго огни крыла и мне выпало замедление это был недостающий талантик я сейчас его вот сюда поставлю вот вот этот вот самый идеальный вариант для купидона на архидемона раз два и три замедление многие спрашивают зачем замедление шанс срабатывания 40 процентов замедляет на 70 чем суть когда ваш герой будет бить он будет еще дополнительно давать урон то есть домах будет наносить замедлением то есть у вас замедление срабатывает и наносится урон это аналогично то же самое что и у тяжелого удара просто там шанс намного ниже тут 40 процентов тяжелого удара сейчас я не помню посмотрим на инки вот прокачивала тоже дно под архидемона тут 25 процентов шанс срабатывания то есть замедление это действительно будет идеальный вариант так нам надо значки вот то есть если вы хотите там выйти в топ в без купидона вам это однозначно надо на подземках после введения 12 скилла там на двенадцатом я не помню сейчас посмотрим сколько он дает так по моему здесь после введения 12 скилла особенно одиннадцатый десятый разница очень большая хотя бы одиннадцатый прокачайте вам намного станет легче в подземках так вот он 11 68 75 72 и 35 процентов к ускорению дает вот поэтому такого героя однозначно надо качать что по питомцам по питомцам вариантов очень много у меня тут стоит на нему ультышка скоро я ее тоже буду прокачивать вот рунами как видите стоит оживление даже первое потому что очень мало у меня пока здесь садов по питомцам можно ставить ему какого-то питомца там на отхил можно ставить питомца на снос зданий так как вы ему в любом случае если он у вас будет ремочные поставите живу то есть он дольше проживут ну атаки у него не особо много по атрибутам это сейчас у меня там в идеале у него там тоже не очень много получается жизни он сносится очень быстро поэтому что-то особо им по питомцам вы не придумаете можно поставить того же самого слона то есть вариантов очень много разных но если на архидемона то вы на него питомца на отхил ставьте если допустим там на подземке можно ставить у любого питомца это такое скажем так это вспомогательный герой без которого вам определенных локациях будет реально очень сложно так качаем дальше заговорился вот поэтому я решил его тоже прокачать у себя на твинке чтобы дальше у нас не было проблем с подзем очками точнее у меня их уже в принципе этих проблем нету но я качаю щас вспомогательных героев для архидемона чтобы здесь на архидема не выходить в топ пробовать разные тактики параллельно с основой и и также фармить определенные локации чтобы было более удобно потому что купидон это действительно тот херой который тоже должен быть какие-то кого на каждом аккаунте его надо качать в топ я всегда вам говорила что в первую очередь качайте и питомцев жалейте на них ресурсы потому что питомцы очень много и решают и баферов то есть там ворожая хранителя купидона теку потому что без них вы и зафармить и определенная локация соответственно вы не сможете быстро развивать свой аккаунт так плюс 66 книг на него ушло ну все вот у нас идеале вот такой вот уже купидон сколько у нас там 111 300 хуже силы скоро новый титул получим а теперь можно по артефактам разобраться что ему лучше всего ставить по артефактам на земке многие там ставят кубок медальку в ребят это не те артефакты которые надо использовать идеальный для него артефакты и для многих баферов это будет меч молнии почему потому что сам по себе артефакт дает шанс уклонения то есть есть больше шанс того что по вашему герою по вашему герою не попадут его не снесут быстро и плюс он включится то есть своего рода защита скажем так то есть я ставлю хранителя купидона кто смотрит подзем очки всегда его ставлю меч молнии так надо меч молнии кстати посмотреть что у меня там по можно поднять следующий уровень надо его тоже докачать как видите надо заняться прокачкой артефактов а вот то есть меч молнии вполне хватает потому что тыковку вы в любом случае поставите свиток чтобы и не станет вот купидона надо обязательно меч молнии ставить так вот давайте сейчас посмотрим покажу для тех ну кто новички потому что многие только начинают играть то есть это скажем так аккаунт созданный рубрика создана для того чтобы побольше дать инфы новичкам кого качать надо так но вот наш минотавр выпускаем и сюда купидона вот вас сто процентов если я буду выпускать одного минотавра конечно от расстановки так у нас уже купидон получается 1 так 74 видите баф нет не получила над купидона а вот если он получает баф то он неплохо так дамажит так это уже то есть тут еще на китайке я не знаю каким образом сейчас идет распределение по силе но я заметил что на битве гильдии реально проблемы в этом дал баф 85 процентов и как видите они ускоряются то есть опять минотавр тут сейчас всех выпустим вот с хранителем на сто процентов база разбивается правда у меня хранитель еще тоже не прокачен так как надо тоже буду его докачивать пока восьмерочка тоже 11 уже у него открыт вот то есть вот такой вот обзорчик идеальная вот такой вот купидончик у вас должен быть там желательно конечно 12 скилл там еще дополнительно 4 процента к базовому урону у вас идет ремочка и замедление замедление вы можете поставить смертельный удар где баринку же на архидемона кто как любит проходить вариантов очень много есть сборочек принципе все по еще не до рассказал я ему агментацию не сделал вот я ну начинаю обзор на героя делать и завтыкал уже спать пора так что ему идеально по раз мы тут подкачаемся немножко что ему идеально по чарам приспешник почему потому что он уносит дополнительный урон либо есть еще вариант ставить доспех для увеличения он тоже бьет по зоне то есть тоже варианты тоже также проходил демонов так есть делаем ему агментацию нифига себе хранитель леса 55 выпал так ну-ка давайте сейчас тоже принципе для него для начального тут надо нам приспешника выловить в принципе любого приспешника хватает он ускоряется и там с головой вот допустим вот такого вот сейчас мы доролим до конца 45 55 55 ослепление так на кросс 45 вооружай 55 на тыковке стоит перемах у меня так делаем смену вариантов пока нету 55 блин хорошие хорошие тоже хорошая чара так у нас есть 27 коробочек поехали 45 перемах меняем 55 55 ну такие падают чара неплохие относительно относительно потом буду сливать кучу самоцветов на эти коробки 45 так ладно оставлю на следующего так давайте еще сейчас ему по созвездиям лучше всего его собирать крит крит урон так крит оставляем так как он у вас будет на архе демоне часто критовать поэтому это самый идеальный вариант для него будет так еще пятерочка точность крит урона смысла не вижу герои так упираются в потолок когда он критует а вот шанса крита всегда не хватает и чем выше у вас будет плюс дополнительно вы еще получите с прокачки так ну давай уже что-то рандом тут какой-то сегодня невеселый не веселый так не хочет давать крита если вы его будете использовать на подземке то честно говоря все равно киа там лучше поставить жизнь крит сопротивление будет дольше у вас выживать но если у вас цель архи демон и подземки то лучше все таки его видеть крит это жесть какая то так вот наконец то еще одна пятерка так поехали дальше 200 крит урон ну давай давай не хочет это трендом точность крит сопротивление не то не то тоже плохо задержка это не особо удобно ролить так урон и ну давай еще одно хотя бы так вот отлично крит осталось два пошли двойки тройки нормально мы уже так слили ну надо уже его доделать так 45 что то крит тут очень плохо начал падать но зато уклонение 5 здесь неплохо падает жесть какая то вот она пятерка давайте вот так вот попробуем посливать вот вот это идеальный купидончик ваш вот такая вот у него теперь сборочка как видите критует он уже очень очень часто открыт проходит вот так вот вот такая вот ребята сборочка вот его максимальные статы такие получаются то есть как видите не особо он сильненький все пишите коменты обязательно участвуйте в конкурсах ссылочки в описании подписывайтесь на канал делайте репостики всем пока пока